Усилия все мои на протяжении этих лет были направлены на людей, на то, чтобы они входили в жизнь с определенным взглядом, с определенным отношением. Потому что я видел, как в Англии люди друг к другу относятся, как они общаются и так далее. Исключительно сдержанные, слегка запуганные, вежливые люди. И даже при политическом разногласии они соблюдают такой нейтралитет. Поэтому все мои усилия были направлены туда. А политика это дело последнее. Саша Гай пишет. Любимый актер, любимая группа, людьми диджей, любимый писатель. Насчет актера, да, конечно есть, сейчас я вспомню кто-нибудь. А, у меня итальянец, есть такая серия, инспектор Монтальбану. Мы на нее подсели со страшной силой, с супругом, с Лёликом. И мы смотрим ее по-итальянски, с английскими титрами. А сделано там 20 с чем-то серий. Это все происходит на Сицилии. И они играют в стиле театра Дель Арте. Так вот, слегка, чуть-чуть переигрывая, но при этом очень честно и замечательно. В этой серии есть и режиссерский прием. В сицилийском городе, где все происходят убийства и расследования, нет людей. Ни одной машины, вообще ничего. И вот на этом пустом городе развивается это. И вот Люка Зингаретти, мой любимый актер. Любимая группа, ну, вы понимаете, что я в поп-музыку и в рок пришел уже сложившимся человеком с определенными вкусами. Поэтому, как я себя описываю, я учитель, который шел впереди класса, опережая их на пять уроков. То есть я вот что-то такое подготовил, выучил, тогда им рассказал и иду дальше. Потому что все мое это время на радио, все эти годы, это была учеба и передача накопленного в эфир. А вообще, если вернуться к Джону Пилу, который мой любимый диджей, то это музыкальный мученик. Он каждый день по 16 часов слушал присланные ему ленты. А вы знаете, я вам по секрету скажу, что нет занятия более мучительного, чем слушать незнакомую и подчас неприятную тебе музыку. Причем вслушиваясь, пытаясь что-то в ней такое уловить. И кто у меня писатель, любимый? Сейчас затрудняюсь сказать, но кто-то есть. А вот к вопросу о писателях, современное творчество какое-то, когда к вам попадает, кто вообще решает, какого рода это будет? Нет, я люблю и современные, какого я в сети читаю. Есть такой Слава С. Вячеслав Солдатенков. Невероятно смешной человек, который по жизни вообще сам техник. Он занимается вещами, от которых нос воротит порой, но описывает так смешно и так трогательно, что у него колоссальное количество подписчиков, исследователей. И я в сети еще наткнулся на нью-йоркского таксиста, Владимира Рабиновича такой. Блестяще тоже пишет, очень смешно, я читаю все его посты. А вот печатную литературу я пытался там Сорокина читать, Пелевина. Мне это очень жестко, понимаете, у меня душа болит, я такое читать не могу, поэтому я книжечку отложу. Ничего не хочу сказать плохого о писателях, талантливейшие люди, ну пусть они сами по себе, а я сам по себе. Какую музыку вы слушаете среди современных исполнителей? Примеры, имена. Есть ли у вас новые открытия среди музыкантов прошлых лет? Есть такой анекдот про скрипача в симфоническом оркестре. Он сидит и все время что-то кривится. Дирижер поднимает палочку. Ну, дирижер, наконец, не выдержал, остановил всю репетицию и говорит, слушайте, что вы кривитесь? Объясните мне. Он говорит, не обращайте внимания. Я просто музыку с детства ненавижу. У меня отдаленно такой синдром. Почему? Потому что я работал какое-то время профессиональным музыкантом. Это очень отбивает любовь к музыке. Ты должен играть то, за что ты получаешь заработную плату. Ну, в джазе пока я играл, там, пока мы на сцену не вышли, все было хорошо. Но потом, когда мы вышли, блин, концерте на сцену, там посыпалось черт-те что. И какие-то советские певцы, и певицы, и... А потом уже, когда я там добрыми молодцами руководил, там, нам тоже каких-то присылали странных людей. Ну, в общем, про любовь к музыке нам трудно было говорить. Среди современных исполняателей, кого я слушаю... Давайте лучше расскажу, что я слушаю. У меня на телефоне приблизительно 240 песен ранних певцов, так и сороковые годы, которые пели красивыми голосами, красивые, написанные композиторами песни. На слова, сочиненные блестящими поэтами. Это ранний Фрэнк Синатра, Наткин Коул, Мэтт Монроу и всякие другие люди. И мы иногда ездим в дальние поездки на автомобиле, и чтобы там не задремать или как-то, я всегда все эти песни пою. В машине моя многострадальная супруга, Ольга, вынуждена все это слушать. Но поскольку все это длится уже много лет, и в основном я начал петь из-за того, что с ней познакомился там, вот другая романтическая история, то вот это то, что я пою сам себе, вместе с этими известными артистами. Еще у меня есть тайный грех. Я играю на флейте дома студенческую классику с фортепиано, есть пластинки, или с оркестром симфоническим. И когда человек производит столько звуков, то уже на других как бы особенно времени и сил не остается. Поэтому все свободное время я направляю уже на сочинение каких-то мюаров, посты пишу там и так далее, и так далее. Мне важно свое наследие, которое накопилось за 40 лет, там какие-то горы вроде тех писем. Мне как-то надо его рассортировать сейчас, когда появилось время. Ну и там есть разные планы, там и с издательством есть переговоры, и так далее. Все это когда-то будет. Пока я рок-программу писал, у меня была такая метода. Есть такое понятие, как амбарная книга. Вот такая вот, больше, чем А4. И когда мне что-то надо было сочинить, не знаю еще что. То есть человек уже не первой молодости садится сочинять шутки для молодежи. Довольно стрессовое занятие, скажу я им. И я сначала писал в амбарной книге всякую чушь, все, что в голову взбредет. Пока на какую-нибудь искру не заткнешься, обычно уходило от это от 40 минут и больше. И тогда уже разрабатываешь ее. Что касается наития в момент его, то на разговорной передаче «Севооборот» она просуществовала 19 лет. С 87-го по, соответственно, там, 2006 год. Там подключалось что-то в мозгу. Я помню, что после передачи, когда есть фотографии, то лицо розовое, и как бы от человека что-то такое исходит. А вообще говоря, благодаря современной томографии, мы знаем, какие центры мозга когда задействованы. И когда снимали людей, молящихся, и известно, что у них есть духовная связь, то загорался участок мозга где-то вот здесь, в левой височной части, вроде бы за ухом. Ну, я этого не знал тогда, но, в общем, когда подключение происходит, то что-то в голове срабатывает. И ты, в общем, говоришь своим голосом свои слова, но в лучшем варианте не очень отдаешь себе отчет, что же на самом деле происходит. Это вот тогда ты прокачиваешь энергию, неизвестно откуда спускающуюся на тебя, и неизвестно куда уходящую. Вот это, с моей точки зрения, технически, как описать, вдохновение. Ну, вот и все, что могу сказать. Спасибо. Вы пробовали ЛСД, спрашиваясь меня. Ну, по части наркотиков я принадлежу к школе президента Клинтона, который, как известно, один раз курил, но не затягивался. Я примерно такой же. Я работал с ленинградской группой «Мифы» перед отъездом, это 74-75 год, и, конечно, они меня в перерыве между танцевальными отделениями затаскивали за амбар и давали мне косячок попробовать. Ну, вот я с ними, да, в порядке музыкантской солидарности иногда мог попробовать, но не более того. Я считаю, во-первых, что расширять сознание можно и другими методами, чем я безуспешно или более-менее успешно занимаюсь много лет, а во-вторых, в общем и целом прием наркотиков долгожительству не способствует. Сева, а вот скажите, а если вообще, как вы считаете, правомерно ли это утверждение, что когда мы делаем что-то, ну, уж совсем не так, ну, следуя за своим умом, то вот душа, она... А вам? Душа для того, чтобы нас остановить, она вот с нами некоторыми чувствами общается. Вот одно из них — это, ну, там, совесть. Она точно показывает. Мерила такое в сердце существует. Наоборот, если, допустим, поддержает, нас душа хочет, она нам чувство удовлетворения посылает. Вот вы со своей сверхличностью, со своим сверх-я, вы в каком-то диалоге пребываете? Ну, главное правило у меня — это смотреть на пассианс, на книгу жизни. Какую страницу она тебе показывает? Скажем, я и в самом высоком полёте фантазии не мог себе вообразить, что я буду в Гуа сидеть с вами разговаривать. Но вот так случилось, я вам рассказал, что произошло с гребещиком, с оброненным словом, неосторожно. И вот мы здесь, все вместе. Поэтому главное моё правило всегда — было и есть. Если открывается карта, если ложится страница, значит, это надо делать. Почему? Ну, ведь кто-то создавал все эти обстоятельства. Это как в известном анекдоте. Человек просит, Господи, дай мне денег, дай мне выиграть лотерею, Господи, дай мне выиграть лотерею. Но он уже достал Господа, и он говорит, ну, ты пойди хоть билет купи. Видите? Так вот и здесь. Поэтому если что-то открывается, надо делать. А так, ну, когда что-то нехорошее сделаешь, мучает, конечно. И потом долго. А не уходит. Сева, а немножечко можно продолжить? А вот самая большая ценность, и есть люди, которые разделяют это, самая большая ценность, что ли, духовного своего понимания мира — это избежать в своей жизни ситуации, где мы вынужденно применяем насилие. Вот скажите, вам в вашей жизни удавалось ли его избегать? Ну, у меня правило такое. Если мне что-то не нравится активно, я этого не вижу и не слышу. Как вот американских индейцев было такое. Ему что-то говорят совсем такое противное. Он говорит, я тебя не слышал. Ну, и всё. Это может быть, конечно, пассивная позиция, и далеко она не всем подходит. Но мне кажется, что реагировать на злобные и какие-то гадостные вещи, если ты начнёшь, то душу этим себе с другого конца слегка и загубишь. Потому что все проявляемые нами действия, они имеют один конец туда, другой сюда. А вот именно душу-то спасать им надо как бы хорошими поступками. Но не то, что вот я хороший, я поступаю хорошо, а так ко всем по-доброму относиться, как учит буддизм, кстати, насколько я понимаю, из документальных фильмов, просмотренных недавно. Просто надо быть хорошим человеком, не делать гадостей другому. Как говорил поэт Светлов, порядочный человек – это тот, кто делает гадости другим без удовольствия. У меня в жизни период, когда я занимался и поддерживался от формы, мне это очень в жизни помогло. Но так глубоко я не увлекался и не вовлекался. Я занимался йогой на таком практическом уровне. Сейчас, наверное, не смогу, но раньше на голове стоял совершенно спокойно. Из любой позиции вставал, медленно и медленно опускался. А так – нет. Потому что жизнь на радио… Представляете себе? У меня была передача BBC с третьего года, перед самым уходом закончилась. Около тысячи человек я проинтервьюировал за это время. Но нужно быстренько выучить, что это за человек, чем он занимался, с тем, чтобы беседа вносила осмысленный характер, чтобы ни гостя не обидеть, и аудиторию не обидеть, потому что не надо выкачать из этого человека всю правду, которая только в нем есть. Поэтому работа на радио, так называемая журналистика, суматошное очень дело, требующее больших, как бы, нервных затрат и стресса. Так что то, чем удалось заниматься, ну и за это спасибо. Потому что могло бы даже этого не получиться. У нас последний вопрос, и я на сцену следующего участника хочу предложить. Да, первая встреча с БГ, нравится ли шоу Бенни Хилл, встречался ли с Бенджамином Бриттоном. С Бриттоном не встречался, потому что, во-первых, это классическая музыка высокого пасшиба, во-вторых, потому что Бенджамин Бриттон, он из, как бы, высшей касты английской. Это публика особая. Должен вам сказать, что английские аристократы, они, конечно, выглядят очень презентабельно, безупречно себя ведут, но в жизни это часто очень скучные люди. Потому что вся энергия у них выходит на то, чтобы поддерживать себя в том виде, в каком они есть. И в Англии, если вы не хотите неприятностей, то лучше в обществе, так называемым, интересным человеком, лучше не быть. Например, если на английской вечеринке вы попробуете с кем-нибудь заговорить о смысле жизни, то от вас вежливо отойдут и больше не подойдут никогда. Потому что они понимают только конкретику. Погода. Последние явления в области культуры страны или политики, то уважение очень, так сказать, круто. Поэтому у них там все так вот приглажено и сдержано. Из-за этого сами англичане, конечно, дико мучаются и застрадают. Потому что страна, особенно вот верхняя ее прослойка, и особенно люди старшего поколения, это психологически ломанные люди. Их воспитывали в частных школах, били по филейным частям бамбуковой палкой, если они там что-то делали не так. То есть этих людей ковали для жизни с железной дисциплиной. Ну, дисциплину они приобрели, общество очень высоко организовано, но плата за это отсутствие того, что мы в России называем душевностью. У современных англичан, может быть, есть, а у старших нет. Встреча с БГ, кратко. У меня был период жизни, когда я жил в гражданском браке с английской актрисой. Было почти 17 лет. Она там очень эзотерическая. Мы съехались в 82-м году. И когда БГ начал ездить в Лондон, то после первой, видимо, встречи, я думаю, это было на BBC, его заинтересовала она больше, чем я. Потому что она там говорила про Волон, про какие-то флюиды английские, про мистические тайны, которые идут из Уэльса или там с Дорсета. И, конечно, в Англии этих мистических монументов натыкано на каждом шагу. Там, во моей... И Стоунхенчи, и там, бог знает, какие-то холмы мистические, этих кругов каменных там понатыкано везде. Поэтому Борис с нами ездил, ему было очень интересно. Я помню, мы весь вечер что-то там такое закусывали, выпивали, а потом я ночью ездил, к пяти утра, я его там парал за рулем. А мне Карл говорила, давай-давай-давай, дальше поехали, и все. Поэтому, начиная где-то с, я думаю, года 84-го, может быть, Борис Борисович, приезжая в Лондон, непременно бывал у нас в гостях, проигрывал весь свой еще незаписанный материал в сырье на гитаре и ждал моей реакции, потому что ему важно было там как-то сформировать свое мнение и прочее. Поэтому вот, начиная с навигации, все пластинки прошли мимо нас. А в сырье, в предварительной записи, в предмиксе, потом в окончательном и так далее. И он, конечно, был у меня на «Все в обороте» много раз, давал живой концепт. Им кое-что из этого мы записали, я не знаю, что он с этим делал, но, в общем, у нас такое тесное сотрудничество проложалось много лет. Ну, сейчас мы просто так, не скажу, что близкие друзья друг друга уходим каждый день чай пить, но, когда встречаемся, да, он меня может обнять. Спасибо. Вот вы в свое время уехали из России и творческая часть людей, которая вас окружала, их по праву называют иммиграцией, иммигранты. А вот та часть, которая давно здесь в Гоа проживает, о них в свое время статьи появлялись, их новым словом обозвали «дауншифтинг». Вы вот такое понятие разделяете? Дауншифтер сидит перед вами. Не потому, что я в Гоа приехал, а потому, что я вынужден был проститься с Лондоном, мы продали там свою квартиру, я ушел с Би-Би-Си, попрощался с этой журналистской деятельностью, и мы стали смотреть, где же можно как бы прилично жить на скромные деньги, которые у нас остались. И я выбрал со спутника, начал смотреть на Европу и увидел, что на юго-западе Болгарии, где она переходит в Грецию, колоссальный лесной массив, километров 200, если не больше, там хоть партизанскую войну начинает, и там горы родопские, они в Болгарии там переходят, в Грецию я не знаю, как они называются. Это территория древней Фракии, которой владел отец Александра Македонского, Филипп II. И там на греческой стороне есть гора Пангион, откуда все золото Филиппа было накопано. А Филипп, чтобы вы знали, объединил Грецию подкупом. Он говорил, не найдется такой крепости, которая не откроет ворота для моего ослика, груженого золотом. Короче говоря, мы решили сначала купить домик в деревне. На самой границе, чтобы можно было в Грецию пешком ходить. Но когда мы приехали, увидели деревню, там в середине колодец стоит, на нем кружка на цепи, и местный житель совершенно беззубый, нам добродушно предлагал из этой кружки попить. То есть я понял, что, видимо, наше место не совсем там. Но, чтобы супруга моя не нервничала, я для этой поездки снял приличный гостиницей номер, четыре звезды там, около озер в горах. Ну и когда идея из деревни обвалилась, то мы стали ходить, там гулять по дороге, которая ведет к подъемнику. А это там лыжный курорт Помпорова за горой. То там написано было, продается квартира. Я говорю, ну пойдем посмотрим. Жи посмотрели. Большая квартира, она еще в кирпиче была, не готова. Большой балкон, видно скалы. Ну, я говорю, как? Она говорит, ну, давай, нравится. И в результате мы совершили колоссальную авантюру. Поехали в неизвестную страну к неизвестным людям. Ехали на машине через всю Европу. Ну, в общем, мы очень довольны. Мы живем два года в Родопских горах, недалеко от Греции, так что можно в Грецию ездить летом. А вне сезона, там как в Гоа, в Муссон, никого нет. То есть у нас хозяин там, которого странным образом зовут Севда, у меня Сева, мы с ним как братья обнимаемся по утрам. Есть там еще человек, который коней держит, белых коней, арабских скакунов, катает туристов, когда есть сезон. И вот так мы живем. Я занимаюсь своими делами, Ольга свои картины пишет. Выходим иногда на улицу, ездим в город за продуктами и общаемся активно по интернету с народом во всех вариантах. В фейсбуке там я и так далее, книжечки пишу, играю на флейте. Ну, в общем, жизнь полна. И иногда выпадает подарок судьбы, вроде поездки в Гоа. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.